Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и вы смотрите программу Фейк Машина. На прошлой неделе выпуска не было, просто у меня было очень много дел, но зато сегодня выпуск юбилейный и мы проверим сразу два мифа. Первый миф, факт, легенда, я не знаю как это называть, но заключается в том, что можно избавить любой напиток от газа, будь то кола, пепси или вовсе газированная вода, не открывая бутылки, просто заморозив его. Вот так вот выглядит замороженная кола. Меня больше пугает не то, что здесь есть газы или нет, а то, как она выглядит в замороженном состоянии. Посмотрите, а здесь такой кофейный цвет, а здесь все полностью черное. Она начинает уже по чуть-чуть размораживаться, но мы подождем пока она полностью разморозится и проверим, есть ли здесь газы. Хотя можно сейчас проверить, если здесь газы. Откручиваем. О, пшикнула, пшикнула. Блин. Пошла пенка. Думаю, лучше подождать, пока она разморозится. Ну вот, я ее разморозила, она стала как-то более прозрачной, что ли, но не в этом суть. Сейчас мы открываем крышечку и смотрим, есть там газы или нет. Как видели, чуть-чуть пшикнула. Это говорит о том, что газов мало. Смотрите, там в середине пенится. Но скажу вам одно. Когда я ее размораживал, мне пришлось ее открыть, потому что давление там было очень сильное. Я подозреваю так. Когда кола заморозилась, все давление вышло с колы, то есть СО2 вышел с колы, он был вот в этом промежутке бутылки, кола заморозилась, СО2 был здесь. Когда кола размораживалась, она превращалась в такую пену, и эта пена очень-очень сильно выпшикывалась назад. То есть, ну, примерно так, как кола с ментосом. Поэтому весь газ вышел. Но именно он никуда не пропал при заморозке, поэтому больше это смахивает на фейк. Хотя давайте еще попробуем на вкус, есть ли здесь газы, чтобы увериться на 100%. Да, газовый еще здесь немножко есть, поэтому 100% фейк. Второе, что мы будем проверять, это инструкция с довольно известного сайта как.ру, которая рассказывает о том, что якобы можно сделать поприкончик из обычного спирта и силикатного клея. Итак, нужен, собственно, сам метиловый спирт, силикатный клей и две емкости. Нужно отмерить 4 части силикатного клея и 1 часть спирта. Но я думаю, что логичнее было бы сначала отмерить спирт, поскольку у меня его мало, и отмерить как бы 1 часть. Так, выливаем его сюда. Не открою голос. Сюда. Странный. Так, вот столько, нужно запомнить, вот столько у нас спирта. Вот столько там вот, я запомнил. И выливаем его сюда. Дальше мы берем наш силикатный клей, которым я еще никогда не пользовался, и открываем его. Ау. Блин, я испачкал себе руки. Так, и теперь столько же силикатного клея. И выливаем сюда. Я думаю, лучше открыть его полностью, так будет быстрее, и они будут тратить ваше драгоценное время. Так, думаю, вот так вот. Лучше будет, если смотреть, вы будете сверху. Вот, выливаем. Раз, два, три, четыре. Теперь мы берем мешалку, которой мне служит гвоздь, и размешиваем эту массу. Она должна как бы стать густой. Но я вижу, она, кстати, понемножку загустевает. Вот уже, смотрите. Такие, какие-то, как бы, кристаллы, получается, на гвоздику нашу. Мне это, кстати, немного напоминает хингам. Вам тоже, наверное, напомнило хингам, но все же это немножко не то, поскольку там был силикатный клей, а здесь, вернее, там был ПВА-клей, а здесь силикатный клей. Эта масса уже сильно загустела. Продолжаем мешать. Прикольно, кстати. Все, мешать окончательно стало невозможно. Дальше мы берем перчатки, пофигу, что они у меня разные. Зачерпываем эту массу и начинаем катать из нее шарик. Кстати, мне кажется, шарик будет скатать довольно тяжело, но мы постараемся. В общем, катал-катал этот шарик уже примерно 5 минут, он получился круглым. И как-то в голове не укладывается, что со спирта и силикатного клея получилось что-то твердое. Написано, что нужно катать, пока он не станет сухим, но мне как-то времени нет уже так его катать, поэтому я просто положу, чтобы он высушился или поподкидываю его, как в случае с хингамом. Он, кстати, не подкидывается, потому что перелюбит к перчатке. Итак, вот что в итоге получилось. Попрыгунчик сухой, круглый. Вот эта плитка, чтобы на ней хорошо прыгал попрыгунчик в том случае, если он прыгает. И давайте тестировать. Раз, два, три. Ну, как бы он прыгает, но не очень. Вот, бросая с такой высоты, подпрыгивает два раза меньше. Вот. ровно в два раза меньше он подпрыгивает, поэтому, ну, это такое, не попрыгунчик, это закос попрыгунчик, но все-таки как-то, но это работает. И еще один минус, я такой вот нашел вот этой попрыгунчика, когда мы бросаем его от пол, он немного деформируется, приходится постоянно его, как-то, блин, приходится постоянно его подминать, чтобы он имел круглую форму. Но, в целом, вещь стоящая получилась, поэтому это правда. Ну, и я решил позлорадствовать, бросить попрыгунчик самоделия нашего с балкона. Подпрыгнул, кстати, довольно-таки высоко. Вон, вам не видно, но он вроде немножко разлетелся. Ну, то, что вы сделали сами, оно не всегда бывает вечное. Вот и вот, получился 20-й юбилейный выпуск своей машины. Кстати, так все упало, что у меня еще есть завтра днюхак. Поэтому, не говоря лишних слов, я с вами прощаюсь. Пока!